Приветствуем зрителей нашей телекомпании. В эфире ежедневный выпуск информационной программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Каким был этот день, вам, как всегда, расскажут мои коллеги. Небольшой анонс сегодняшнего выпуска. А мы ждем перемен. Какие изменения коснутся рязанцев в 2016 году? Танцуют все. В Рязани прошел мастер-класс участника шоу-танца Евгения Смирнова. Ну а теперь обо всем подробнее. Начнем с заявления губернатора Олега Ковалева о том, что в регионе необходимо провести ряд проверок, связанных с исправностью газового отопительного оборудования в жилых домах. По словам Олега Ковалева, все обходы и осмотры следует провести оперативно и завершить их до новогодних праздников. Чисто интуитивно несколько недель назад я давал поручение о том, чтобы мы проверили состояние и исправность газового оборудования во всех жилых домах, в социальных объектах и так далее. Вы знаете, что произошло в Волгограде. Такая работа у нас в регионе по тем сведениям, которые у меня есть, она проводится. И хотелось бы, чтобы, хочу попросить все газовые службы и всех, кто занимается этой работой, чтобы до новогодних праздников все обходы, осмотры были завершены, значит, чтобы эта работа была завершена должным образом. Кроме того, хочу попросить глав муниципальных образований совместно с руководителями управляющих компаний и представителями профильных служб в экстренном порядке также. Организовать проведение проверок на предмет исправности и безопасности пользования электрооборудованием. Прошу также и службы газовые провести поквартирные обходы, побеседовать с людьми на предмет соблюдения правил эксплуатации газового оборудования, электроприборов, электрооборудования, вручить людям соответствующие памятки, если таковые есть, если нет, их надо разработать и вручить такие памятки. Подчеркну, что работу надо провести до нового года оперативно, значит, тем, чтобы не допустить каких-то таких вот тяжелых случаев, подобных тому, что произошло в Волгограде. День энергетика, по иронии, судьбы отмечают в один из самых коротких световых дней в году 22 декабря. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ – тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах и офисах. По доброй многолетней традиции лучших представителей энергетической отрасли в этот день отмечают высокими наградами, почетными грамотами и ценными подарками. О том, как сегодня чествует рязанских энергетиков, расскажет Алена Куколева. Сегодня праздник самых энергичных, в буквальном смысле этого слова, людей. Поздравления принимают те, кто обеспечивает нас теплом и электричеством. В Рязанской области это во многом заслуга, но в Рязанской ТЭЦ. Благодаря ей на протяжении многих лет регион считается энергоизбыточным. Губернатор Олег Ковалев поздравил коллектив с профессиональным праздником и отметил особую важность сферы энергетики. Подчеркнул, что в современном мире без нее не обходится ни одна отрасль производства. Ваш коллектив вносит существенный уклад в обеспечении электроснабжения и особенно теплоснабжения региона, в частности города Рязани. Тем самым ТЭЦ решает важнейшую и социальную задачу, и задачи по поддержке экономики. Предприятие уверенно внедряет передовые технологии. Губернатор отметил высокий профессионализм трудового коллектива. Лучшим сотрудникам глава региона вручил памятные знаки благодарности от земли Рязанской и за усердие. А также почетные грамоты, благодарности и ценные подарки. Есть хороший коллектив, есть опытные люди, которые прошли большой путь в энергетике, есть ветераны, которые передают свой опыт молодым. То есть это такой вот конгломерат в вашем коллективе, который позволяет добиваться высоких результатов. И сотрудников предприятия отличает высокий профессионализм, глубокие знания, что позволяет ТЭЦ успешно развиваться. Примечательно, что праздник отмечают в один из самых коротких световых дней в году. В последние годы все чаще людей призывают экономить электроэнергию. Этим утром представители рязанских СМИ приготовились наблюдать редчайшие явления – снос незаконно возведенного в центре города здания. Дом номер 22 на улице Ленина по решению суда должны были снести еще в январе 2014 года. Постройка примыкает к зданию поземельного банка 1867 года, который является объектом культурного наследия регионального значения. Но, как и в прошлом году, снос незаконно возведенного строения перенесли на неопределенный срок. Иван Крестьянинов выяснял, почему это дело никак не доведут до конца. Изначально мы хотели снять этот сюжет про то, как незаконную постройку на улице Ленина все-таки сносят. Вот уже который год она стоит на месте бывшего от дома управляющего земельного банка. Пока шли судебное разбирательство, и судья пытался выяснить у владельцев, как в центре города могла появиться без соответствующего разрешения. Целое строение недостроили, что стыдливо прикрыли нарисованным фасадом. Как бы то ни было, но еще в 2013 году было вынесено судебное решение, что здание должны снести. Но, как мы видим, его сносят до сих пор. Региональным журналистам приставы уже не первый раз сообщают, мол, приезжайте, завтра будет шоу. Но в последний момент снос отменяется на неопределенный срок. Так было и сегодня. Ясно, что любые проволочки, любые там юристы, адвокаты действуют, чтобы затянуть это время. Как говорится в старой пословице, они ждут, или султан умрет, или Ишак сдохнет. А мы останемся. Андрей Александрович Петрусский известен в городе как человек неравнодушный к большинству городских проблем. Не прошла мимо него и эта история с непонятной постройкой на улице Ленина. В 2014 году он вместе с активистами даже закидал это здание яйцами. Судя по всему, такая акция протеста должна была привлечь внимание горожан к тому, как работает наша исполнительная система. Дело в том, что в нашей стране нет пока законов о сносе. У нас настолько гуманные власти, что только в этом году передали полномочия регионам сносить самострои. И вот нет опыта выполнения этих полномочий. И каждый боится что-то такое наделать и потерять работу. На какой срок переносится снос зданий, по какой причине отменили его сегодня, в Рязанской службе приставов нам так и не сказали. Между тем, напомним, незаконная постройка примыкает к зданию Поземельного банка 1867 года, являющимся объектом культурного наследия регионального значения. Эксперты считают, что все эти строительные передряги обязательно скажутся на историческом строении. Поэтому уже озвучивается предложение снести недостроенному зданию только второй этаж и восстановить фасад в соответствии с историческим обликом города. В Новый год с новыми тарифами, ценами, штрафами и показателями. Как всегда, с 1 января россиянам придется привыкать к новым экономическим реалиям и немного иначе распределять семейный бюджет. Алена Куколева расскажет о том, к чему рязанцам стоит готовить свои кошельки. С 1 января 2016 года вырастут штрафы за долги по коммунальным платежам. Увеличить их планируют в два с лишним раза. Санкции коснутся только тех должников, кто не платит больше трех месяцев. Социальные налоговые вычеты с нового года можно будет оформлять не в налоговую инспекцию, а по месту работы и до окончания налогового периода. Изменения коснутся и налогового законодательства. Индивидуальные предприниматели, переведенные на уплату ЕНВД или патента, должны перечислять НДФЛ и представлять отчетность за своих сотрудников по месту осуществления деятельности. Кроме того, ожидается более строгий порядок регистрации предприятий. Для всех квартир, купленных после 1 января 2016 года, будут действовать новые налоговые правила для освобождения от уплаты имущественного вычета при продаже. Увеличен срок владения квартиры. Пять лет вместо трех, а также установлен нижний предел налоговой базы. 70% от кадастровой стоимости. Ранее ограничений не было. С 1 января 2016 года ставки акцизов на некрепкий алкоголь, табачные изделия, автомобили и бензин возрастут. Повышение касается ставок на вино, пиво, сигареты, автомобиль с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил. Увеличится также ставка на автомобильный бензин, причем для всех классов она станет одинаковой. В следующем году вступает в силу программы, по которой перестанут выдаваться паспорта. Окончание программы запланировано на 2019 год. За это время бумажные паспорта должны заменить электронные карты с чипами. Выдача пенсионных удостоверений Управления Пенсионного фонда России будет прекращена с 1 января 2016 года. Это нововведение касается только тех, кто уходит на пенсию в 2015 году и позже, и не отменяет действующие удостоверения, имеющиеся на руках у пенсионеров. Также изменения коснутся автомобилистов. Закон о 50% скидке на досрочную оплату штрафа за нарушение ПДД Владимир Путин подписал еще в конце прошлого года. Поправки в КОАП вступят в силу с 1 января 2016. У автовладельцев появится возможность оплачивать лишь половину суммы штрафа за незначительное нарушение ПДД в течение 20 дней с момента вынесения административного постановления. Для получения скидки в 50% нарушителям правил дорожного движения будет необходимо добровольно оплатить штраф не позднее 20 дней с момента вынесения административного постановления вместо положенных по закону 60 дней. При этом поправки не распространяются на серьезные нарушения, такие как управление автомобилем в состоянии опьянения, повторное превышение скоростного режима, проезд на красный свет, движение по встречной полосе, вождение незарегистрированного транспортного средства и причинение в результате ДТП вреда здоровью легкой и средней тяжести. Одновременно оговаривается, что под действие закона не попадут и минимальные штрафы в 500 рублей. 21 декабря в Рязани состоялся мастер-класс участника шоу-танца Евгения Смирнова. В рамках проекта «Открытый урок, организованного Фондом развития и поддержки социальных интернет-инициатив» танцор встретился с воспитанниками Рыбновской, Рязанской и 26-й школ интернатов. Чемпион России по брейк-дансу в 2012 году, попавший в аварию и лишившийся ноги, рассказал ребятам не только о правилах выполнении тех или иных движений, но и о том, как поверить в себя и свою мечту. Женя Смирнов, чемпион России по брейк-дансу, в апреле 2012 года попал в аварию, после которой ему пришлось ампутировать правую ногу. Наверное, многие, оказавшись на его месте, решили бы, что жизнь кончена. Но молодой человек отнесся к сложившейся ситуации как к сложной задаче, которую следует решить. И Жене это удалось. Он не только не опустил руки и продолжил жить, но и вернулся к своему любимому делу – к танцам. В этом году он принял участие в одном из самых популярных шоу на российском телевидении – танцах на ТНТ. Ну а сейчас он путешествует по стране с мастер-классами по брейк-дансу, на которых пытается объяснить детям и взрослым, здоровым и имеющим определенные отклонения в здоровье, что сложные жизненные ситуации и даже страшные диагнозы – не повод опускать руки. непреодолимых преград. Чтобы каждый из них, чтобы не встретил в жизненном пути, шел, проламывал двери, я не знаю, вот этих вот преград. Перепрыгивал эти барьеры и шел дальше. Шел к своей мечте. И ее обязательно нужно выдумывать для себя. Проведение подобных семинаров по всей России стало возможным благодаря танцевальной студии «Артрайс», а также Фонду развития и поддержки социальных интернет-инициатив. Вместе с Женей они в рамках проекта «Открытый урок» рассказывают о том, что такое инклюзивное обучение и почему оно необходимо детям. Мы были впечатлены просто примером Жени Смирнова. Мы как бы видели, много знаем про него. И когда Женя озвучил свою идею создания именно вот инклюзивной школы танцев для того, чтобы объединить там и здоровые детишек. Детишек, которые с ограниченной возможностью, дать им возможность совместно обучаться. Это такая очень мотивирующая история. Мы были ей впечатлены. И мы приняли решение помочь с поведением ряда подобных мастер-классов, которые мы сейчас проводим в разных городах России. То есть были такие истории уже в Москве, сейчас у нас в Рязани, есть планы в другие регионы. Большое количество людей подтягивается, принимает участие, большое количество людей ждет. В семинаре, прошедшем в Рязани, участие приняли дети из Рыбновской школы-интерната. Они с интересом слушали рассказ Жени о его увлечении танцами, первых успехах, а также о том, как ему заново пришлось учиться владеть своим телом. Но, конечно же, разговоры по душам – это лишь часть семинара. Благодаря им ребята расслабились и с удовольствием принялись впитывать знания, которыми делился с ними Женя. К середине семинара они полностью попали под его обаяние, перестали стесняться и тогда показали, на что они способны. Организаторы отмечают, что мероприятия такого формата детям просто необходимы, ведь именно в раннем возрасте формируется понимание толерантности, доброты и взаимопомощи. Кроме того, подобные семинары – это первые шаги на пути к осуществлению Жениной мечты об открытии инклюзивной школы танцев. На этой доброй и позитивной ноте мы завершаем наш информационный выпуск. Смотрите далее программу подробности, ну а День города прощается со зрителями до завтра. Смотрите нас на Рязанских Кабельных. Всего доброго! Живой комплекс Вива. Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин